Компания Skoda Auto отныне отвечает за глобальную платформу MQB A0, на которой построены европейские хэтчбеки Skoda Scala и Fabia, Volkswagen Polo и Seat и Visa. А последние новинки на этой базе, компактные кроссоверы Skoda Cushack и Volkswagen Taigun, пока представлены только на рынке Индии. Кроме того, в скором времени появится родственный седан Skoda Slavia. Сама архитектура представляет собой современное шасси для недорогих автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Основные регионы, коим адресована MQB A0 — Россия, Индия, Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. В концерне Volkswagen уверены, что эти рынки продолжат бурно расти, в сумме прибавив 58% до 2030 года. Притом каждый регион получит свою версию глобальной архитектуры, заточенную под местные условия. И еще. В России машины на платформе MQB A0 сейчас не представлены. Так что логично предположить, что нынешние Carroke и Rapid когда-нибудь уступят место Кушаку и Славии. Тем более, что индийская версия Славии — это четырехдверка на смену локальному полуседану под эмблемой Skoda. Сейчас мы покажем Рено Логан третьей генерации, но говорить будем про Ладу Весту. Ибо после рестайлинга вазовский флагман примерит логановскую оптику. Как сообщает Дмитровградский завод «Автосвет», делать фары и фонари будет именно он. Литьевую оснастку и сборочную линию предприятие получит из Индии. Сейчас российские и индийские специалисты совместными силами монтируют новое оборудование. А запуск линии намечен на ноябрь-декабрь. Для нас это значит, что обновленная Веста появится только следующей весной. Ориентировочно в марте или апреле. От легковых новостей к грузовым. Недавно автозавод «Урал» презентовал новое поколение своих дорожных грузовиков. Бескапотную модель, что примерило рестайлинговую кабину от старичка Ивека Турбо. Впрочем, к 2024 году готовится совершенно новый бескапотный кабинный модуль собственной разработки. Более того, если сейчас уральские дорожники оснащаются китайскими мостами Ханди, то вскоре завод начнет делать мосты своими силами. Этой осенью вездеходные, а следующей весной – дорожные. Так что пока «КамАЗ» осваивает верхние сегменты рынка, «Урал» планирует освободившееся место, предложив рынку недорогие, но современные грузовики.